Всем добрый день! Я рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня будет обзор покупок с Валберис. В основном это будут вещи. И начинаю с футболки для дочери. Это Уз Катон, то есть производство Узбекистан. Я и мужу покупаю футболки этого бренда, если так можно так сказать. И вот теперь решила купить дочери. Очень хорошего качества, плотный трикотаж. Тянется, ну не сильно, но тем не менее тянется. Такой вот принт, небольшой, скажем так, в виде трех бабочек. Небольшая надпись, ровненькие швы идеальные. В общем, очень достойная футболка. В пакете с этой футболкой лежала вот такая вот открытка. Очень приятное дополнение. Я всегда рада, когда продавец думает про своего покупателя и какую-то мелочь, приятность какую-то добавляет к товару. В комплект к этой футболке взяли лосины. Ну или леггинсы их еще называют. Женские, спортивные. Леггинсы, как вы видите, в рубчик. Вот такая вот часть на поясе. Здесь мелкий рубчик. А все остальные лосины, они такой вот рубчик более крупный. Если вы меня поняли, что я имею в виду. Очень плотные. Мы взяли даже по этой причине размер М. Хотя у моей дочери размер ХС, максимум С. Но когда мы купили, это уже второй заказ, когда мы ей заказали С, ну она еле-еле в них втиснулась, и они сильно сжимают ноги. А этот размер ей в самый раз. Смотрится просто потрясающе. Они пойдут как и на физкультуру, на спорт, на танцы вот и находят, так и под какой-то длинный свитер, толстовку. В общем, леггинсы классные. Нигде не торчит ни одной ниточки. Все швы очень хорошо обработаны. Назовем его на нужном месте. Есть вот такая вот вставка из ткани. Это очень важно, на самом деле, при покупке леггинсов. Особенно, если вы планируете заниматься спортом в них. В составе нейлон и спандекс. Также, помимо черных, там еще есть несколько цветов. Есть достаточно яркие, очень красивые. Но дочь захотела черные. Ну и вообще там на танцы требуются черные лосины. Я очень довольна этими находками. И цены приемлемые. И товары очень хорошего качества. Ссылочки на все товары оставлю под видео в описании. И напишу цены, за которые брала я. Еще одна обновочка для дочери. Это свитшот оверсайз. Цвет ярко-зеленый. Такой травянистый. Честно говоря, здесь не очень удачное освещение. При съемке у меня было. Но уже был вечер. И это искусственное освещение в нашей спальне. На самом деле, он намного такой сочнее, ярче. И вообще, сейчас это модный цвет. Свитшот очень красивый. Очень качественно пошит. Все швы идеальные. Ни одной ниточки. Ровно простроченные. Не торчат, как я уже сказала, никакие нитки. Плечевой шов ровный. Ворот здесь стойка. Очень классно тоже сделан. Он не зажимает горло. Но и в то же время сильно не оттопыривается. Очень красиво смотрится в области шеи. Внизу по бокам разрезы. Задняя полочка чуть длиннее, чем передняя. Единственный минус. Ну, если это можно назвать минусом. Внутри вот этот вот футер, так называемый, он скатывается. Но мне кажется, он во всех изделиях, если присутствует в какой-то вещи, он скатывается. Вот она одевала его, наверное, три раза. Ну и вот такие вот катышки. Для меня это абсолютно не проблема. Я его постирала, высушила, прошлась вот этой штукой, которая чистит катышки. И все. Свитер очень красивый. Цвет красивый, сидит отлично. И эти катышки внутри. Поэтому для меня это вообще не проблема. Там очень много разных цветов представлено такого цветшота. Цвета очень яркие, очень красивые, молодежные. Дальше, покупочки для меня. Это домашняя обувь и одежда. Купила вот такие вот тапулечки. Женские домашние тапки, меховые. Цвет мне очень понравился. У меня домашний халат, такого насыщенного фиолетового цвета. И мне показалось, что это хорошее сочетание. Подошва такая мягкая немного. Даже не знаю, из чего она сделана. Резиновая, нерезиновая. В общем, даже не могу вам сказать. Здесь вот на правом тапочке такой залом небольшой. Но я решила взять, ничего страшного. Все выровняется в носке. По периметру всей подошвы вот такой вот, назовем его, бортик. Очень такой приятный. Пальчиками туда упираешься. Особенно, когда босая ножка. Ну, приятно. И вообще они выглядят на ноге очень классно. Брала их в районе как-то за 800 рублей. Ну, нормальная считается цена для таких тапочек. Впереди 8 марта. Мне кажется, что такие тапочки могут стать отличным подарком. Для мамы, для тети, для свекрови, для подруги. Ну и вообще, если вам нужно обновить домашние тапочки, моя рекомендация. Мне очень понравились. Дальше. Купила вот такой вот для себя домашний костюмчик. Ну, просто свеженький для повседневной носки. Я много времени провожу дома. За домашними делами. И работаю я дома. Хочется находиться дома в какой-то свободной, удобной одежде. Но в то же время, чтобы это не были какие-то старые, затертые вещи. Поэтому я периодически покупаю себе, ну, вот что-то типа вот таких костюмчиков. Взяла аж 48 размер. Хотя я ношу 44-46. Но почему-то побоялась, что будет тесно. Потому что это трикотажный костюм. Ну, он такой, знаете, практически не тянется. Не трикотажный, неправильно сказала, а хлопковый. Стопроцентный хлопок. Хорошая ткань. Мне нравится, что не сковывает движения. Кожа дышит. Ну, для дома вполне себе очень даже ничего. Это брюки, вверху на резинке, прямого покроя. И вот такая вот рубашка на пуговицах. Когда выбирала, полагалось на отзывы. Их там аж 12 тысяч отзывов на эти пижамки. И средний балл 4,7. Ну, вот, мне вполне понравилось. Это бюджетная пижамка. Ну, или домашний костюмчик. Брала его за 1100. И еще один костюмчик домашний. Я планирую его использовать как пижаму. В последнее время я очень полюбила спать именно вот в таких пижамах. С длинными широкими штанами. И вверх, чтобы был либо футболка, либо вот такая кофточка с рукавами. Очень хороший состав. Здесь вискозы 67%. Ну, и немного полиэстера. Свободный крой. Очень мягкая пижама. Цвет мне понравился. Не просвечивается, не электризуется. Комплект без манжет. На кофточке разрезы по бокам. Задняя полочка чуть ниже, чем передняя. Размер взяла также L. Но там указано в таблице размеров, что он подходит от 42 до 48 размера. Ну, поэтому и сделала такой выбор. Брюки здесь 7 восьмых. Ну, то есть, чуть-чуть такие укороченные. Этот костюм, ну, как я уже сказала, буду использовать как пижаму, потому что ткань действительно очень-очень приятная к телу. Такая мягкая, прям обволакивает кожу. Сейчас он продается с большой скидкой. Я брала его за 1300 рублей. Тоже можете присмотреться. Возможно, себе, либо в подарок кому-то. На день рождения, либо на предстоящие 8 марта. Следующая покупочка. Это у нас подарочек для одного нашего знакомого мальчика. Ему 7 лет. Он огромный поклонник мультфильма Gravity Falls. Мне кажется, что у кого есть дети примерно такого возраста, все знают этих героев. Да, и вот здесь такое покрывало. Оно размером 145 на 200 сантиметров, на 2 метра. Ну, то есть, можно сказать, полутораспальное. Оно стеганое. Хорошо все обработано. Ниточки не торчат нигде. Материал верха бязь. Ну, и внутри, наверное, синтепончик. Честно говоря, даже не интересовалась. Ну, и, конечно же, прекрасный рисунок со всеми героями этого мультфильма, целого сериала мультипликационного. Надписи есть Gravity Falls. Яркая, классная, на такой бежевом фоне. Мне очень понравилось. Его можно использовать и как покрывало застилать, детскую кровать, и как одеяло. Оно, конечно, не очень плотное, но у кого дома не сильно холодно, то им вполне можно накрываться. Еще одна покупка в подарок – это Казан. Бренд Кукмара. Я думаю, что многие из вас уже слышали про этот бренд. Они продают много различных форм для выпечки, там, хлеба, других форм для выпечки. И посуды у них много. Ну, и вот мы купили в подарок Казан литой, алюминиевый, с крышкой. Он идет на 7 литров. На крышке вот такая вот пленочка защитная, что очень хорошо, чтобы дарить в презентабельном виде, и она не была поцарапанной. Казан предназначен для готовки еды на всех видах плит, ну, кроме индукционной, конечно. И подходит, что самое главное в нашем варианте, для открытого огня. Это подарок для наших друзей. Мы сами очень любим летние поездки на природу с различными там всякими приготовлениями разных вкусностей. Они тоже будут с нами ездить на природу и захотели иметь свой Казан для своих блюд. Казан, как я уже, кажется, сказала, на 7 литров, толщина дна 6 миллиметров, диаметр изделия 33 сантиметра, диаметр дна 12 сантиметров, высота бортов 16 сантиметров. Мы купили Казан за 1700 рублей, отзывов 180, насколько я помню, и средний балл 4,9. Ну, то есть, люди уже купили, испробовали, сказали нам, что это очень хороший Казан. Мы им поверили и купили. Будем надеяться, что отзывы правдивые, и он действительно очень хороший в использовании. Дальше очень интересная покупка, которую хочу с вами поделиться. Мы с мужем решили наш, ну, его родителям, моей свекрови со свекром, дома на кухне обновить фарту. И вот я нашла очень интересную такую штуку. Он называется фартук для кухни из АБС-пластика. Здесь нанесена фотопечать. Ну, вот такой вот веселенький рисунок нам понравился. Он такой, знаете, приглушенный, немного как состаренный. Покрыт лаком, 100% влагостойкий, ударопрочный, гибкий. И держит нагрев до плюс 80 градусов. Ну, по крайней мере, это так написано в описании товара на озон. Я его, кстати, покупала. Режется он канцелярским ножом и монтируется на клей. Нанести клей, прижать к поверхности, подержать. Ну, и, как говорят, что будет хорошо держаться. Смотрится он очень симпатично. Мы вот пока еще, как вы понимаете, его на место не смонтировали. Но я уверена, что у нас все получится и будет смотреться свеженько, симпатично. И, кстати, в отзывах на озон есть много видео от покупателей. Действительно хорошие отзывы. И смотрится, ну, очень красиво. Я считаю, что это отличный вариант обновить фартук на кухне бюджетно, симпатично, быстро, не грязно. Ну, потому что заморачиваться с плиткой, это вообще тяжелый случай. И дорого, и грязно, и долго. Ну, а это хороший вариант, альтернативный вариант. Высотой это полотно 600 мм. Ну, стандартная высота обычно, да, от столешницы до верхних шкафчиков. А длина есть трех вариантов. Двухметровая, трехметровая, вот как у нас, и аж четырехметровая. И также написано, что если вам не хватает высоты, либо длины, то это полотно прекрасно стыкуется. И последняя покупка на сегодня, которую я хочу с вами поделиться, это набор интерьерных свечей. Все покупки, которые я до этого показывала, они с Валберс и Озон. А этот набор свечей я купила в Леруа Мерлен. Мы огромные любители свечей. И как-то в недавнем видео я рассказывала вам, что абсолютно не испытывала никаких проблем с приобретением их, когда работала Икея. У них там прекрасные свечи были по отличным ценам. Я их брала партиями и как бы не задумывалась, где покупать свечи. Вот в Леруа Мерлен мне попался такой наборчик. Здесь целых 20 свечей. Стоимость этого набора 520 рублей. Если перевести на стоимость одной свечи, то это очень выгодно. Но я решила купить. В этих подсвечниках у меня вот такие вот остаточки от свечей Икея. Я хочу сравнить, во-первых, их внешне. Схожи ли они, потому что у меня большое такое подозрение, что это они и есть. Что они и были русского, российского производства. И теперь продаются в таких же упаковках. Выглядят точно так же, только уже без надписи бренда Икея. Я очень надеюсь, что это так и есть. Потому что свечи Икея мне очень нравятся. Они не текут. Сгорают бесследно. То есть от начала до конца. Нет никаких потеков. Ну вот, я их зажгла. Ну, горят вроде бы неплохо. Ну, посмотрим, как они будут в эксплуатации. Я очень довольна этой находкой. Хорошая цена. Ну, а качество, на первый взгляд, вроде тоже неплохое. Вот такие были у меня сегодня покупки. Все ссылочки на них оставлю под видео. Подписывайтесь на мой канал. Заглядывайте ко мне в Телеграм. На сегодня это все. Всем пока и скоро увидимся.